Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорога не очень, конечно, здесь Попробуем заехать в родные места, Валеры По этой дороге ходили в школу, надо же, да? Без родителей ходили, да? Ну, какой тут, вот, идем. Да, это сейчас вот, сейчас детей водят за руку родители чуть ли не до 11 класса. Галька шла, Галька шла, Танька шла, вот Танька. Галька, Танька. Старше тебе, кажется, была, да? Танька? Да. 53-го года. Галька старше. Она 55-го. А, она 55-го, да? Да. А, это 53-го. Это, что-то хотел сказать-то. Сколько Семенов ходил по этой дороге? Потом... Целые компании, в общем, шли, да? Туда и обратно. Да, саржены шли, целая компания, человек 10 туда и назад, но назад уже не столько, в школу шли все, а там, кого раньше, кого позже. Духовые ночи, я там и со с тобой. А, бери, я сюда, тут в магазин ходил, ну-ка за хлебом, пошли за хлебом. В соседнюю деревню, да? Тут Межевый хлеб. Сколько тут километров-то от Козлова до Межева? Километров 5. А, 2,5. Вот до Межева, 2,5, до этой. Ну, 2,5 это немного. 2,5 километра для маленьких детей. Ну, да. А у нас вот... Нам сказалось, это очень далеко, для детям. А у нас с деревни Вольный Стан до Янтуган. Янтуганы по-русски, Янтуган на Тарском. Вот, туда ходили старшеклассники пешком 7 километров в любую погоду. Туда и обратно. Но некоторые оставались жить в интернате. Вот, ходили туда, потом, на Северный, туда, с бабкой пойдем. И туда, к мосту, вот где сейчас мост. Раньше моста там не было. Там был, через Железную дорогу переезд был. К Быкову. Там рынок был. И мы возили отсюда яблоки на рынок продавать. Молоко возили. Да? Да, с бабкой. Продавали. Да, продавали молоко, яблоки продавали. Стоит ли нам сюда соваться? Сейчас, сейчас. Пока нормально дорога. У нас высота выше, чем там. Ну, там была механика, а тут автомат. Я же вижу дорогу. Механика, автомат. Я же вижу. Завелось здорово, конечно. Да. Все деревья приготовились к зиме. А ты меня с собой. Приду сквозлые ночи. Назад пойдем твоей дорогой. Я прохлюсь за тобой. Хорошо. Мне не ворочить, я беру туда цветы. Нарисуешь в небе солнце, я спи, ты, я мечты. Обретаю снова с него. Вот такой заезд в деревню. С собой. С собой. Я приду сквозлые ночи. Вдоль дороги еще дорог какая. Да, да, да. Вот так. Сейчас я маленечко подноюду. Куда? Приехать на ноеньку, на чистеньку, да? Хулиган. Хулиган. Я правлю сам такой. Ух ты, какая там лужа впереди здоровая. Да, тут РЖД, дорога, железнодорожная проходит. Москва, Санкт-Петербург. Электричные. Называлась она Николаевка. А еще раньше чугунка. Чугунка. Рельсы были из чугуна сделаны. Поэтому называли ее чугунка. И потом уже в нашу бытность меняли рельсы на железные. А немцы приезжали тут по этой дороге? Ездили? Конечно. Кошмар. Вот по этим лесам немцы бегали, наших убивали. Здесь в лесах были партизаны, да? Окопы мы видели в лесах. Окопы партизан. Наши были за Волгой, потом уже там. За Волгу немец уже не сумел. Исторические места здесь. Много пролито крови. Вечная память погибшим во время войны. Вот к туннелю. Вот здесь наверху дорога, здесь туннель. Ну что такое туннель? Как туннель. Ну, конечно, туннель. Вот сейчас посмотрим, сколько здесь воды. Стоит ли сюда заезжать. Все проехать и проедем. Я сейчас сапоги одену. Маленькая. Туннель. Да, вот мы заезжаем так называемый туннель. Трубу. Ну, вода не много тут, да? Весной много бывает. Весной воды много. Тут бывает на полметра воды. Ну, а вот там вот впереди, что там впереди? Камни. Нет. Надо объезжать камни эти. Камни объезжать. И воды многовато. Не засесть бы машиной. Вот выезжаем из трубы. Въезд в деревню. Связание с цивилизацией далеко от дорог основных. Тут пешком или на велосипедах только? Забор, вы что-то перенесли. Велсет. А, точно. Почему перенесли, интересно? Потому что ездили над дорогой по территории железной дороги. А, поэтому. Мы за территорией едем. Угу, угу. Понятно. Это какая работа сделана, да? Ну, отрешли. А выход какой? Людям-то надо. Скорой помощи надо есть. А указ, чтобы закрыть дорогу. Города 496-24 Для нас это довольные покупатели. А мы в свою очередь дарим подарок. Слишком близко не подходи, когда будешь разговаривать с людьми. Дистанцию сохраняем. Маски одевать, конечно, не будем в деревне. Но подальше общаться. Дом разобрали. Швягинский. Разобрали, да? Ну, он лишь крыша разобрал. Ага. Может, крышу будут переделывать. Потому что там упала эта самая матица там прогнилась. Кто-то купил же дом. Помнишь, мне говорили? Да, купили. Но, может быть, свисут и построят новый дом. Шиномонтаж 69 на буревое Ценово покупает 069. Воу, все вертушки по-рубам. Да, человек с золотыми руками. Ну, эти вертушки, это может любой делать, эти вертушки. А мы почему не делаем вертушки? Они для чего нужны? Кротов отгоняют. А, у нас кротов нет. Ну, нет. Местная достопримечательность пруд. А вот, а ты посмотри, ели как выросли Галины Сахаровой. Вот она о себе память оставила. Сколько елей-то остались. Всего две ели. Вот елочки нет. А нет, еще. Маленькие подсадили. А вон там еще ель. Вот, и вот. А вон еще елочки. Есть. Да, это вот память она о себе оставила, да? Ну, кто-нибудь за разный Новый год не спил. Вон, смотри, кто купил у Шемегина. Вон, мужчина. Или разбирают полностью. Да. Вот вагончик стоит, видишь? Разбирать они будут. Смотри, как Вова быстренько здесь травку просила, сделал, да? Вот. Игра-то и нарыли там уже. Это домик у Вовы, у зятей, дочери. Слышно, видишь, как растут у него. Да. Вот Валерин исторический дом бабушки, дедушки. Мамы. Крышу мы крыли. Угу. Вот приехали, это дом. Бабушки, дедушки. Пока дом стоит. Дом пока стоит, да. Ну, без хозяина дом, конечно, разрушится. Разрушится. Закройте глаза и представьте центр двери. Это вот соседский дом. или пишите в социальных сетях фитнес-центра Красная Поляна. Давай, звони. Вере, звоню. Ага. Вера. Как туя у них выросла. Смотри-ка. Туя какая. А, их, наверное, дома нет сегодня, я думаю. Алло. Здравствуй, Вер. Ой, привет, Валер. А ты приехали, вы? Мы приехали, да. Сейчас мы выйдем, Валер. Ладно. Ладно. А то я думаю, дома вы или нет? Ага, сейчас мы выйдем. Угу. О, здравствуйте. Здравствуйте.